История Афганской войны 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 А расскажите, пожалуйста, о Ваших увлечениях в свободное время. Моих? Может быть, хобби у Вас есть какое-то? Дай Бог вырос и нарывал. Нарывал земля, но очень редко. А скажите, пожалуйста, вот у Вас сейчас сын подрастает. Через два года он кончит школу. Не мечтает ли он об офицерских погодах? Выдаю военную тайну. Мама хочет, чтобы он пошел в институт. А сын говорит на ухо, в ней говорит, папа говорит, я хочу пойти учиться в Ваш тоже, как мы сейчас описали. А Вы как-то его поддерживаете в этом стрессе? Я им услышал правильно, это мужская профессия. А теперь Ирине вопрос. Скажите, есть ли Ваши родители отношения к военной службе? Какое? Папа офицер, брат офицер. Ирина у нас в учитель военной семьи. Папа офицер, брат офицер и муж офицер. А думали ли мы, что стали с женой офицера в юности? Или это... Конечно, всю жизнь, наверное, прослеживалась и поэты на коротках. И последний вопрос. А в чем Вы находите секреты степеньного счастья? Ну, конечно, в любви. Николай Николаевич, наверное, Вам очень приятно будет услышать сегодня на вечере... Слышишь, что там магнитофон у нас? Одну из авганских песен, которая записана была в условиях Афганистана. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Сергей мечтал с детства стать офицером. Нравились ему в военных четкость, организованность, дисциплина. И, наконец, мечта его сбылась. Училище закончено. Началась служба. Поселок Тотское Оренбургской области. А потом Афганистан. Сергей, мы знаем, что за службу в Афганистане Вы были награждены орденом за службу Родине и медалью за боевые заслуги. Расскажите, пожалуйста, с какими событиями это связано? Очень много событий было. Ну, может быть, самый яркий... Орден я получил за вывод, за проводку колонны, первых колонн, которые выводились из Афганистана. Я знаю. И медаль? Ну, а медаль получил за эвакуацию колонны, которая попала под обстел. А Вы не хотите рассказать о каком-нибудь событии, которое Вам наиболее, может быть, запомнилось вот за эти два года, что Вы служили в Афганистане? Вот сейчас подняли тост третий. И вот я, когда выпиваю третий тост, я всегда вспоминаю... Каждый вспоминает кого-то погибшего. Я всегда вспоминаю одного борттехника вертолета. Вертолет, который упал на моих глазах, был подбит, упал. Я этого борттехника вытаскивал с вертолета и привез в госпиталь. Он со мной разговаривал, и через три дня он умер. Я не думал, что он умер. У него были очень большие ожоги в госпитале. Вот я всегда почему-то вспоминаю его. Хотя смертей повидал побольше. Много, очень повидал смертей. А вот этот случай не знаю. Может быть, это уже было под конец моей службы в Афганистане. Но у меня не уходит. Всегда, когда третий тост, у меня вот этот... Я даже не помню, как его звать и как, что, но помню его лицо. Помню, что человек был практически живой, здоровый. Я не ожидал, что он умрет. Но это спасибо нашей медицине. Светлая память этому парню. Мы знаем, что у вас очень дружная семья. Во всех трудностях вам помогает жена. Наталья Константиновна. Наташа, удивительной души человек. Добрая, отзывчивая. Вот скажите, пожалуйста, Сергей, как вы ощущали тепло родного очага в далеком Афганистане? По письмам. В Афганистане все скажут. Две было. Это баня, письмо. Все, по-моему, это длина. Ну, водка, если, по-моему, это... Вы часто получали письма из дома? Часто вы получали письма из дома? Регулярно. Реша, сколько письм он написал? С Афганистана? У жены вот такая, наверное, пачка. У меня жена письма коллекционирует, такая пачка. Как вам, уважаемая Наталья Константиновна, удавалось преодолеть тревоги и волнения? Кто был рядом с вами в эти волнительные дни? Когда муж служил в Афганистане? И письма мужа, наверное, да? Спасибо большое вам за вашу службу. Дорогие друзья, боевые подруги. Я всегда так говорю. Будь то белорусский военный округ, то здесь у меня тоже есть свой день рождения. Три у меня дня рождения. 23 ноября 1946 года, 2 января 1947 года и 19 ноября 1985 года. Служил в 122-м Ташкурганском полку в Турцузской дивизии. Говорят, что цивильные места, но я бы не сказал. 750 дней, день в день, и ни одного побега. Конечно. Самое трудное, это первые дни в вылево-голестане. А потом, когда приспособились, казалось бы, обычная, обыденная работа. Казалось бы, так и надо. Заказалась семья, помнилось одно. Друзья, товарищи, солдаты, справа, слева, справа впереди. Для меня был самый такой вот день. Это первый десант, первое испытание. Я никогда не видел этих вертолетов, в жизни не летал на нем, не стрел, но это особая, как говорится, судьба, особое испытание. Я хочу выпить за наших боевых подруг, за тех, кто ждал, кто страдал, кто выстрелал не меньше, чем мы. Я еще раз говорю, что мы порой забывали семьи, даже, может, и не помнили себя, за наших боевых подруг, потому что им больше всего досталось. они ждали, вернется, не вернется, это было обыденное. Они ждали тревоги, ждали, каждый день проводили тревогу. Мы как-то этого не ощущали. Как-то не ощущали, но я почему говорю так, потому что самое страшное увязаться в сражение, а когда удержишься уже, не думаешь, свистит, гремит, сытый, не сыт, спал, не спал, помытый, не мытый, есть себе вода, боеприпасы, никто об этом не думал. И так вот за тех, кто достался нас на этой многострадальной земле, и за ту огненную землю, и за ту огненную землю, которую мы никогда не забудем, запах мудрой, господа все, господа все, товарищи, за вас! ВЫДЫ 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 Дорога не лёгкий мою, я вновь под мой болью, я вновь под мой болью, я вновь под мой болью, я вновь под мой болью. Вы тут настроены? Ну, мы не перебутаем. Мы знаем, что горячо лидимой субботы генельника цветы, а ему что? Родительский или там дружеский, это маме передать. А это, пожалуйста, себе. Спасибо. А где тихий, да? Пожалуйста, это для меня. Значит, это для его машины. Спасибо. А это вам. Пожалуйста, семья, стаж Танта Курака. Есть такая песня, да? Телефонная связь, я не верю, я не верю, но я думаю, что у вас будет связь очень хорошая. Вам всего доброго. Спасибо. Спасибо. Он у нас на пенсию собирается, да? Ну, чтобы ему было мягче сидеть на его машине. А вот это, если за супруга должна приехать скоро, вот-вот-вот, берите. Видно? Есть по дороге, подается, кобой. Телефон, ну и... Дай бог, чтобы это не произошло. Спасибо. Нет. 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 Попробуй. 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 Я попробую. Попробуй. Не соглашайтесь. И квартиру не имеете. Банцы тут. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот это, пожалуйста, жене передать. Обязательно, да? Даже интереснее передать. Всё-таки намного, что у нас есть. А это... А это жене, это машина. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, кстати, всё. Оттуда везти. А здесь надо особо отметить. Семья была. Особо отметить, да. Я поправился. Самая боевая. Да. Включая детей. Да. Положили. 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 Да маме тут всё есть. Меня не напрашивают гости. Давайте вы их заставите. Я буду... Пожалуйста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это авансом. Машина должна быть обязательно. Правильно? Да. Даже командир дивизии сказал, что не надо взять. Или еще один нужен был. Ну и член дома. Очень огромная семья. Мы первый раз на нашем вечере встречаем. Надо быть немножко дружней. Спасибо вам, Добро пожаловать. Нам приятно, что они уже в нашем коллективе не вливаются. Мы знаем, он уже давным-давно отогнал вошел в заезд. Самый раз для того, чтобы не было. Это для радикулитов всего. Спасибо. Обладаю вам здоровьем. Обладаю вам здоровьем. Не знаю, у нас не так. Наверное, будет взять у нас. Все. Взять, да? Слышите хорошо. Все, что вы начините. Ура! Я помогаю его задушить. Я помогаю его задушить. Продолжение следует...